МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые зрители, приветствую вас вновь. Меня зовут Морозов Константин Сергеевич. Я научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил. И сейчас мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по залам музея, посвященным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 года. В предыдущем выпуске мы остановились на Сталинградской битве. И сейчас наш дальнейший обзор начинается с событий Курской битвы июля 1943 года. Летом 1943 года фашистская Германия начинает новую крупную военную операцию на направлении удара на город Курск. Изгиб линии фронта, называемый нашими военными Курская дуга, оказался местом событий. Немцы в ночь с 4 до 5 июля с северного и с южного фаса начинают атаку на город Курск, но встречают нашу глубоко эшелонированную оборону, наша разведка знала о немецком ударе. Поэтому немцы на северном фасе за 5 дней, а на южном фасе за 9 дней полностью застревают в нашей обороне, встречают большое количество противотанковых средств. Позже, уже ближе к концу августа 1943 года, когда немецкое наступление захлебнулось, наши войска свежие резервы вводят в бой, опрокидывают немецкое наступление, начинаем свое наступление на запад. Немцы готовились к атаке, а не к обороне, поэтому не способны оказались держать наше наступление, разворачиваются, отступают быстро на запад. Курская битва, выиграна нашими войсками, начинается преследование немецких войск в западном направлении. Возможно, я легко рассказываю об этих событиях, но тяжесть боев может проиллюстрировать нам вот эта картина художника Кривоногова, называется она «Поединок». Мы с вами видим разбито советское противотанковое орудие, один артиллерист тяжело ранен или убит, остался всего один солдат из расчета, в руках у него связка гранат, а на него движется немецкий танк «Пантера» с толщиной лобовой брони в 9 сантиметров. Конечно, с вязкой гранат не пробить лобовую броню танка, но у солдата есть шанс, если он свои гранаты бросит правильно, может перебить гусеницу вражескому танку. А для нас это еще раз иллюстрация, что мужество отдельного солдата на отдельном клочке поля боя иногда могло переломить тактическую ситуацию, а за ней и вылиться в какую-то более крупную военную победу. Противник не сумел прорваться на южном фасе Курской роги и был остановлен. Здесь имеется еще один уникальный экспонат нашего музея. Обращу ваше внимание, мы видим противотанковую советскую пушку, знаменитую ЗИС-2, талантливого изобретения нашего инженера Грабина. У пушки не очень большой калибр, 57 мм, но обратите внимание, какой длинный ствол. И вот за счет длины ствола снаряд в орудии разгонялся до высокой скорости и не только своей взрывной мощью, но и кинетической энергией легко пробивал мощную броню тигров и пантер, что для немецкой стороны оказалось неприятным сюрпризом. После окончания Курской битвы германская армия отступает на запад, наша армия движется следом. И обращу ваше внимание в этой витрине на большую фоновую фотографию. Мы видим табличку «Даешь Киев», и армия переправляется через широкую большую реку. Это река Днепр. Как известно, город Киев, в прошлом крупный советский город, сегодня столица государства Украина, находится на реке Днепр, которая делит театр военных действий с севера на юг, как естественный рубеж. И вот отступая, немецкая армия занимает высокий западный берег Днепра, закрепляется на нем, а немецкий министр пропаганды Гебель в своей речи говорит, что это будет новая граница Германии, мы назовем ее «Восточный вал», русские дальше не пройдут. И действительно, на улице уже ноябрь 1943 года, по всем правилам военного искусства того времени, никто в такую погоду, в преддверии зимы, реки не фортирует. Но это не по советскую армию. Наша армия получает приказ без оперативной паузы начинать захватывать плацдармы и переправляться через Днепр. Пехота начинает захватывать плацдармы на берегу противника, но не удержать эти плацдармы без артиллерии. И здесь у нас есть интересный экспонат в музее. Обратите внимание вот на эту 122-миллиметровую гаубицу. Эта пушка вместе со своим расчетом три раза, по имеющимся данным, на деревянном плоту пересекала Днепр, перебрасывалась с плацдарма на плацдарм и поддерживала огнем нашу пехоту. В апреле-майе 1945 года в Берлине стреляла по Рейстагу. В этой части зала, обращу ваше внимание на военный понтон, вот этот экспонат настоящий, участвовал в форсировании Днепра. Правильное его название – полупонтон. Такая вот небольшая квадратная барша с приподнятым носом, чтобы можно было удобно вытаскивать его на берег, могла модульным способом, когда собирали много таких полупонтонов, собираться в единый такой системный переправный плот, и сверху настилался деревянный настил, уже можно было танки и самоходки переправлять. Конечно, мы видим, что борт полупонтона относительно тонкий, пули и осколки такой борт пробивали, много такой техники погибло при форсировании Днепра. Мы с вами видим известный советский самолет с названием «У-2». Большая буква «У» означала учебный, самолет конструктора Поликарпова. И в начале войны наши летчики на таких самолетах учились пилотажу, он простой в управлении, его достаточно легко было поднимать в воздух, но в ходе войны такие самолеты были переоборудованы в специальные ночные бомбардировщики. А воевали на них советские девушки, и они учились управлять этими самолетами, а немцы называли их «ночные ведьмы» за их особую тактику. А тактика была следующая. Они брали на борт самолетов небольшие, но очень мощные осколочно-фугасные бомбы. И уже в вечернее время, в сумерках, набирали высоту, взлетали высоко над немецкими позициями. Там двигатель полностью выключался, и уже в полной тишине и в полной темноте самолет, планируя по спирали, опускался и шел низко над немецкими траншеями и окопами. Если немецкие военнослужащие зажигали спичку, фонарик, закуривали сигарету, то на этот огонек очень точно падала осколочно-фугасная бомба. Немцы несли большие потери от налетов «ночных ведьм». Конечно же, за это очень ненавидели наших девушек. А немецким летчикам-истребителям, асам, за один сбитый У-2 давали награду «Железный крест». Но много таких самолетов сбить им не удалось, потому что они были небольшие, юркие, могли ходить низко над рельефом земли, их трудно было заметить. Эта небольшая часть зала нашего музея посвящена труженикам тыла в Великую Отечественную войну. Известна военная поговорка «Без тыла нет победы». Это правда. Если бы не самоотверженная работа людей в тылу, то, конечно, победа далась бы еще более дорогой ценой нашей стране. И вот теплую одежду, теплое бундирование люди шили для армии. Мы здесь видим экспозицию, посвященную самоотверженной работе медиков в годы Великой Отечественной войны. В те годы не осталось гражданских медиков. Все одели погоны, работали в больницах, в госпиталях, поднимали наших раненых на ноги. А далее я обращу ваше внимание на токарный станок. Вот на таких токарных станках большую работу проводили для подготовки артиллерийского вооружения. Вытачивали снаряды, боевые части, гильзы. А здесь на станке у нас фотография. Это знаменитый советский рабочий Кабанов. И это его станок. Он в годы войны неоднократно за один рабочий день выполнял шесть норм. При этом человек был глухонемым, то есть инвалидом от рождения. Но это не мешало ему работать очень хорошо, быстро. И даже представители иностранных делегаций в годы войны приезжали посмотреть на его работу. Данная часть зала посвящена партизанскому движению в ходе Великой Отечественной войны. Как известно, партизаны это либо наши окруженные боевые части, либо гражданское население, кто взял в руки оружие и противостоит оккупантам с оружием в руках у них глубоко в тылу. Вот эта землянка, которую мы видим, она настоящая. Сотрудники нашего музея в послевоенные годы ее обнаружили в Брянских лесах. И в нашем музее она была восстановлена практически в прежнем виде. И мы видим, здесь у партизан находится оружейная мастерская. И еще партизаны в таких мастерских разрабатывали различные хитроумные приспособления для того, чтобы проводить диверсии в тылу противника. И вот здесь внизу мы видим своеобразное устройство. На первый взгляд это кусок железнодорожной рельсы, но имеется специальная на нем отклоняющая деталь. Устройство называется стрелка. Его придумали партизаны, имевшие железнодорожный опыт. И вот если такую стрелку установить на железнодорожном полотне, то идущий впереди поезда локомотив на нее натыкался, уходил в откос, увлекал за собой вагоны. Вот так вот, не имея даже взрывчатки, можно было серьезно навредить противнику. На этой фотографии мы видим события марта 1944 года. Наши пограничники восстанавливают пограничную отметку СССР, наша армия выходит уже к границам Советского Союза предвоенным. Мы видим поверженный немецкий пограничный столб, оригинал. И вот, начиная с марта 1944 года, Советская армия постепенно выходит и занимает границы нашей страны. Этот зал музея посвящен нашим союзникам в Великой Отечественной войне. Посмотрите, вы видите государственные флаги Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. А в дальнем углу зала на фотографии мы видим события 6 июня 1944 года, высадка англо-американских войск в Нормандии на севере Франции. И с этого момента открывается в Европе второй фронт. С этого момента гитлерская Германия уже ведет бой с нами на Восточном фронте и с нашими союзниками на Западе. В этих витринах вы видите образцы вооружения, продовольствия, обмундирования, которые союзники также исправно поставляли нам в рамках программы Ленд-Лиз. Теперь обращу ваше внимание на эту кирпичную стену. Здесь на немецком языке мы читаем надпись Arbeit Macht Frei, что в переводе с немецкого означает «труд сделает свободным». Эта циничная надпись была расположена на воротах концлагеря Освенцем в Польше. Как известно, в годы войны фашистская Германия на своей и на оккупированных территориях организовывала концентрационные лагеря, в которые попадали не только военнопленные, но и большое количество людей, представителей мирного населения, кто по тем или иным причинам, по этническим, политическим или каким-то другим был неугоден немецкому режиму. И известно, что за годы войны 12 миллионов человек было уничтожено в фашистских концлагерях. Этот маленький коридорчик мы обычно проходим молча в знак скорби к тем страшным событиям времен войны. Здесь обращу ваше внимание на этот интересный плакат. Такие агитационные плакаты устанавливались вдоль путей наступления советских войск на запад. Мы видим, наш боец потуже обувает сапоги, читаем, освободим Европу, дойдем до Берлина. А на карте схеме мы можем видеть, что наша страна, СССР, уже практически полностью освобождена. И большие красные стрелки направления ударов наших войск по западным базам фашистов. Впереди нас ждут Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Болгария. Но наша главная цель – гитлеровская Германия и город Берлин. И вот вместе с нашими войсками идут национальные части тех стран, страны которых будут освобождены армией. Здесь мы видим на этой витрине представлены экспонаты, фотографии, личные вещи участников армии Людовой, польского войска, которое также во главе наступления двигалось советской армией для освобождения польской территории. Интересным экспонатом нашего музея является вот этот макет немецкого танка «Королевский Тигр». Как известно, это один из самых бронированных защищенных танков Второй мировой войны. Фашистская Германия делала большую ставку на эти танки и в последние годы войны, уже в 44-45-м, рассчитывала, что они дадут какой-то стратегический перевес. Лобовая броня танка 120 мм и практически в упор из противотанковых средств того времени танк было не одолеть. Но советские артиллеристы довольно быстро нашли у танка слабое место. Как выяснилось, вот эта передняя броневая панель орудия, она была достаточно сильно перекаленной. То есть панель бронированная была крепкая, но при этом хрупкая одновременно. И вот бывало, что при попадании первого снаряда броневую лист давал трещину. И в этом случае, если артиллеристам удавалось второй раз в это место попасть, можно было башню пробить. Тогда у танка детонировал боезапас. Но если такая тактика не срабатывала, была другая тактика у артиллеристов. Существовали скрытые артиллерийские позиции, пропускали танк через свои позиции, потом разворачивали орудие и били ему в кормовую часть по мотору, по каткам опорным. И после этого танки выводили из строя. Мы с вами находимся в центральном зале нашего музея, в Зале Победы. И главным экспонатом в этом зале является Знамя Победы. То самое знамя, которое в ночь на 1 мая 1945 года сержанты Егоров и Контария в составе штурмовой группы установили на куполе здания немецкого парламента Рейхстаги. Есть старая военная поговорка, где война началась, там она и должна быть закончена. И вот был приказ установить Знамя Победы именно на Рейхстаге. Мы видим с вами бронзового орла, сброшенного с крыши здания рейхсканцелярии. Это было тоже важное здание в Берлине. Но был приказ именно на здании Рейхстага установить знамя, потому что там в 1941 году немецким правительствам было издано постановление о начале войны с нашей страной. Ну, как известно, мы празднуем День Победы 9 мая, потому что 9 мая была подписана немцами безоговорочная капитуляция. Но финальную военную победу наши войска одержали 1 мая установлением знамени на куполе Рейхстага. И когда наши войска вошли в Берлин, Рейхстаг также имел свой собственный гарнизон. Каждое окно стреляло, здания вели перекрестный огонь, поэтому движение по площадям, по переулкам было очень опасным. И вот Знамя Победы, которое мы с вами видим, на самом деле это знамя номер 5. А всего было приготовлено 9 таких штурмовых знамен, и было 9 штурмовых групп, надеялись, что хоть кому-то повезет живыми подойти к Рейхстагу. И вот штурмовая группа, в которой находилась знамя номер 5, и где были знаменосцы Егоров и Контария, сумели вечером 30 апреля прорваться в вестибюль Рейхстага. Там был жестокий бой внутри. Сумели остатки немецкого гарнизона гранатами загнать в подвалы. После этого бойцам удалось подняться на крышу здания. Здесь тоже теряли людей под перекрестным огнем, но подошли близко к куполу. Бойцам вместе со знаменем прямо по стальным балкам пришлось подниматься наверх, цеплялись за балки, как умели, как могли. И когда поднялись наверх, еще некоторое время потратили, чтобы знамя закрепить. И вот рано утром на рассвете 1 мая удалось знамя закрепить надежно. Оно развивалось на куполе Рейхстага. В этот момент среди наших наступающих войск находится много кинооператоров, репортеров, корреспондентов, в том числе и иностранных. И за ближайшие дни весь мир в газетах и журналах облетели фотографии, как советские солдаты устанавливают знамя над куполом Рейхстага. В этот момент наши союзники еще в нескольких десятках километрах от Берлина. Поэтому, конечно, победа это наша и только наша. Уважаемые зрители, на этом мы заканчиваем нашу обзорную экскурсию по залам музея, посвященным Великой Отечественной войне. В залах нашего музея еще остается много интересных предметов, экспозиции, посвященных событиям войны. И, конечно, вы можете посмотреть все их, придя в наш музей, и посмотреть эти залы самостоятельно. Меня зовут Морозов Константин Сергеевич. Я научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации. Приходите, буду рад пообщаться с вами, провести экскурсию для вас по залам нашего музея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok